Я вас категорически приветствую, Глим Саныч. Добрый день. Всем привет. Обо что сегодня? Мы должны были последнюю серию про гуситов записать сегодня. Что нам помешало? Как обычно, некоторые новости, которые напрямую к истории привязаны и, на мой взгляд, просто возмутительны. А именно? Инициатива была такая предпринята третьего дня. А именно в городе Свердловске Екатеринбурге организовали реконструкцию судебного процесса над Верой Засулич. У меня есть по этому поводу хорошая мысль. Я ее в конце скажу. Ладно не забыть. А то у нас каждый второй ролик мы что-нибудь такое говорим, что есть мысль. В конце скажу. И, конечно, никто ничего не говорит. Такие мы таинственные. Ты пока говори. Я буду записывать. Хорошо. Студенты начальных курсов юридического университета уральского. Как он правильно называется? Ур-Г-Ю, кажется. Я все время эти аббревиатуры новые путаю. Они же все университеты теперь поголовно. Под руководством настоящего судьи или настоящих судей даже участвовали в процессе над Верой Засулич опять. И что бы вы думали? Оказывается, и Анатолий Кони, и Петр Александров, который защитником выступал. И все присяжные. Все ошиблись. Она виновата, оказывается. Надо было ее по полной программе наказать. В двух словах. Чем занималась Вера Засулича? Если коротко. Вот совсем коротко. Вера Засулич была из народной воли. Такая организация, которая предшествовала появлению другой организации. Социалистов-революционеров. Сначала они ходили в народ все. Потому, что были сугубо идеалисты. Не в том смысле, что они были хорошие. Хотя, конечно, многие из них искренне в самом деле были хорошие. Идеалисты они были в философском смысле. То есть, если они умные. Потому, что книжки читали. Нужно сделать так, чтобы все крестьяне тоже прочитали книжки. И они тоже будут умные. А значит, хорошие. И жизнь сама по себе изменится. Я вот заметил. У меня любимый пример. Многие граждане 2000 лет Евангелие читают. Я тоже, кстати, читал. Перемен к лучшему как-то не очень. Они подумали, что Евангелие – это глупая книжка. А если умные почитать. Ну, например, Плеханова с Марксом. Тогда все поменяется тут же. А крестьяне, во-первых, не только не читали. Потому, что они в основном не умели. Так они их еще и сдавали муколом. Какие-то подозрительные скубенты. Явно скубенты и сицилисты. И на всякий случай... И они, как расстроившись, они как идеалисты, через некоторое время занялись еще более бесполезным делом. А самое высшее проявление – это, конечно, уничтожение царя Александра Второго. У нас тут недалеко. Там теперь храм Спаса на крови, который построили Романовы, разворовав, по-моему, 16 бюджетов. Неплохо. По дороге. Да. И отказавшись возвращать в Козу, будучи схваченными за руку. Ну, потому, что Романовы были не подсудны. Что значит возвращать? Кому? Это только по суду можно возвернуть. А меня судить нельзя. Это же наши деньги. Нет, Портер, это наши деньги. Кстати, очень интересные экскурсии бы получились. Когда вы рассказываете про фрески Васнецова или мозаики. Очень интересно узнать, сколько денег было украдено. Какие отношения были между... Это же в честь убиенного отца. Да. Расскажите, как вы воровали на строительстве храма в честь родного отца. Это гораздо интереснее, чем в мозаике Васнецова, я так думаю. Как минимум, не менее интересно. Как минимум. Да. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. Главное, что происходит с нашей жизнью, и её темп меняется. То, что было актуально вчера, сегодня становится седой древностью. Советы, аналитика, статистика, прогнозы из прошлого года в 2023-м кажутся чем-то вроде неолита. Скорость, с которой несётся жизнь, требует от нас большой гибкости в принятии решений. Например, если захотите сменить профессию, вряд ли подумайте о вышке. Потратьте 4 года, чтобы потом выйти с дипломом в никуда. Нет, занятия и навыки нужны здесь и сейчас. Уже рекомендовал вам онлайн-школу Skill Factory и с радостью сделаю это ещё раз. Ведь ребята запустили интенсивный курс Junior Analytics с нуля за 10 недель, где вы получите необходимые для работы навыки за два с половиной месяца. Со всеми сложностями оперативно помогут профессиональные менторы. Обучение на 80% состоит из практики на кейсах от компаний-партнёров. Поэтому в финале у вас будет собрано портфолио для работодателей. Чтобы помочь с трудоустройством, специалисты Центра карьеры расскажут, как составить резюме, оформить портфолио и подготовить к собеседованию. В Skill Factory дарят промокод КЛИМ всем подписчикам. По нему вы получите скидку 50% на Intensive Junior Analytics с нуля за 10 недель. Переходите по ссылке в описании и освойте востребованную профессию. Индивидуальный террор... У нас много было тут, извините, ревью. У нас тут в трёх светофорах отсюда плеви взорвали. Прямо на массу тут богатая деятельность была. Про плеви потом скажем. После основного нашего проплеви и некоторых других пострадавших. После основного смыслового блока. Это обязательно нужно сказать. Потому, что в этой связи масса интересных общественных комментариев поступило. Комментариев, инициативных каких-то выступлений, которые потом за собой влекут комментарии и прочее. Словом, всколыхнулась наша публика думающая с интеллектом больше 140 явно совершенно. И очень много занятного. Вот об этом-то мы и поговорим сегодня. Так вот, давать читать книжки это бесполезная совершенно штука. Для этого нужно очень крепко подготовить общественное сознание. Чтобы книжки были восприняты и превратились в материальную силу. А индивидуальный террор это мало того, что бесполезный, так еще и гнусно опасная штука. Потому, что если, по вашему мнению, вот этот человек плохой, и вы думаете, что если его убить, то все сразу наладится. Во-первых, нет, не наладится. Потому, что это не плохой человек. Если вы, конечно, правы в том, что это плохой человек. Это не плохой человек виноват, а это виновата воспроизводящая его система. Потому, что вот как Плеханов говорил народовольцам. Вы сейчас убьете Александра Второго и поменяете две палочки после имени на три. Не изменится ничего. А очень может быть, что люди обидятся, и все изменится к худшему. Так и получилось. Плеханов в этом отношении как в воду глядел. Это, во-первых, бесполезно. А во-вторых, ну, к гадалке не ходи. Обязательно пострадают люди вообще непричастные. Как и получилось. Да. Ну, там, за редким исключением какого-то точечного террора еще и обязательно страдают люди совершенно непричастные. И очень, может быть, хорошие. Поэтому Ленин и мы вслед за ним говорим, что вот этот метод это не метод вообще. Это какая-то кровавая чушь. Мало того, что кровавая, так еще и бесполезная. То есть, непонятно вообще, зачем вы это делаете. Но при этом нельзя не упомянуть того, что у массы эсеров, что у массы народовольцев до этого. Побуждения были самые хорошие. Но вот они хотели, чтобы было лучше, чем есть сейчас. Потому, что то, что было сейчас, ну, в смысле, тогда, оно и без всякого террора отличалось совершенно каким-то чудовищным градиентом насилия. Когда мы говорим про... Вот это очень важно понимать, чтобы погрузиться в эпоху. Когда мы говорим про террор, например, народовольцев, это был террор реактивный. То есть, они ответили террором на уже имеющийся системный террор власти. Потому, что что делал Александр Второй? Ну, помимо того, что он отменил крепостное право. Так, как лучше было бы его вообще не отменять. Пускай бы оставалось крепостное. Потому, что люди проснулись и вдруг оказалось, что они до 1935 года в насильственной ипотеке. Каждый может это себе представить. Не все ипотеку берут. Потому, что считают это разновидностью, например, финансового рабства. Совершенно справедливость. На 25 лет ты влетаешь в... А тут ты понимаешь, что твои дети еще будут расплачиваться. 1861 год. 861 год. Отменили рабство. Это... Да, это крепостное рабство. Все правильно. Так Екатерина Вторая всем и говорила. У нас тут крепостное рабство. А если что? Ну, все-таки в терминологии права. Конечно. Крепостное право. А Попадалово до 1935. Как вам такое? Вот вы на такое согласитесь, чтобы на вас такой эксперимент поставить? А так как... Ну, там нам сейчас сразу скажут, что на 49 лет выплата ипотеки этих вот выкупных платежей была рассчитана. И поэтому 1861 плюс 49 явно совершенно не 1935. Так вот. Самое-то главное в том, что их не просто перевели на ипотеку, а переводили их не всех одновременно. И люди в огромной массе прямо в момент отмены повисли в так называемом временно обязанном состоянии. То есть, они оставались крепостными. Имея в виду, что скоро им придется платить эту самую ипотеку. Ну, пока не надо. Пока они просто работают. Часть уже начинала платить. Так вот. Люди, которых уже Александр Третий в 1886 году официально сразу всех махом перевел на выкуп. Вот они как раз с 1886 до 1935. 49 лет бы и расплачивались. То есть, это действие было, прямо скажем, чудовищное. На что крестьяне, конечно, ответили массовыми выступлениями. Включая прямые бунты. Но основная масса это не были бунты. Это было просто собрание людей, когда они начинали говорить местному околоточному, там, попу, собственному помещику, что вы нас обманываете. Царь такой гадости с людьми сделать не мог. Это самое главное. Царь такой гадости с людьми сделать не мог. За что? Православность. Конечно. И там мы просто видим экспоненциальное развитие крестьянских выступлений. Потому, что ровно в 1861 году их было чуть меньше 1900 в стране. 1900. Их разгоняли армейскими командами. То есть, приезжала армейская команда. Часто стреляли. Точно совершенно стекли. Так как крестьяне выступают только как общинная организация. Зачинщиков там нет. Значит, пороть нужно всех. Ну, а как? Собственно. Или назначать зачинщиков их пороть или пороть всех. И, как мы понимаем, это порка. Мы уже неоднократно здесь это упоминали. Возможно, вы и сами знаете. У порки было такое терминологическое обозначение, как торговая казнь. То есть, тебе башку не рубят, не вешают. Голову гильотины не отсекают. Пули в голову не просверливают череп. Но это все равно казнь. Потому, что, а, это чудовищно позорно. А во-вторых, после этого очень часто умирают. Только не сразу. Для многих открытие. Что от порки можно умереть. Можно. Легко. Даже, ты знаешь, отвлекаясь чуть-чуть в сторону, в ютубах, я не знаю, сейчас есть, нет. Там ролики, по-моему, из Малайзии. Гражданина за превышение скорости или за употребление алкоголя и превышение скорости. Что-то там такое. Его привязывают стоя. Голова. Дальше на него надевают специальный кожух. Почти как операция в котором только... Шурик, это не наш метод. Да. Потом берут палки. Палки толщиной, я не знаю, с мой большой пальцем. Правило большого пальца. Может, потолще. И начинают бить по заднице. Гражданин пристегнутый. Аллах Акбар. Аллах Акбар. И сначала покраснение. А дальше на заднице начинает лопаться кожа. А нормальная порка по спине, а не по коже. А вот тебе по спине такого всыпят горячих. А у тебя вся шкура полопалась. Возьмите себя за ноги. Протащите по асфальту метров десять хотя бы. А потом посмотрите, как это отразится на общем состоянии организма и заживании. Антибиотиков нет? Палки не дезинфицированные. И что? Ну, то есть, это кажется какая-то херня. Потому, что всех, наверное, хорошо. Многие помнят, как их пороли в детстве при помощи ремня по попе. Какой это был ужас. Предвкушение. Предвкушение самое было прекрасное. Так вот, это не совсем одно и то же. Ремнем по попе это неприятно. А представьте, вам просто шкуру спустят со спины. Причем не как-то так. А вполне мучительно. Еще и вприлюдно. Это мало того, что позор. Еще и больно, мучительно. И, в общем, все это сильно нехорошо. Да. Причем, опять же, чтобы вы понимали, если мы имеем в виду настоящую организованную порку, чтобы она была правильная. Следили, чтобы ты не потерял сознание. Как только ты теряешь сознание, тебя приводят в чувство и допарывают. Если тебе доктор говорит, что ты прямо сейчас отъедешь. Вот прямо сейчас под палками в лазарет. Подлечит. Подлечит. И допороть. То есть, это могло растянуться на неделю, например. Ну, можете вдуматься. Опять-таки. Какие ощущения взрослый человек переживал, ожидая неделю еще и 50 палок? Взрослый, половозрелый мужик. Крепкий. Который в поле работает. Крестьяне очень крепкие физические люди. Сознание теряет. От чего хотелось бы узнать? От удовольствия. Да. Или от предвкушения. Вот. И это, повторяюсь, было не просто массовое, а супермассовое явление. Эти порки. Порки розгами. Порки при помощи кнутов. Самое, по-моему, жуткое, что может быть. Потому, что кнутом ударов из десяти, если захотеть, можно просто убить. И шпицрутаны. Вот. Это то, что... Что называется? Шпицрутаны. Это когда ставятся вот так вот две шеренги. Это шампала. С шампалами или с розгами. Да. Вот. Учитывая, что при Александре Втором уже были железные шампала. Это особенно прикольно. Да. А так смертной казни не было. Обратите внимание. Это очень важно. Это же не смертная казнь. Тебя просто посекли. А ты умер. Ну, через неделю, через пять дней, через три. Это не во время казни ты умер. Ты просто заболел. Ну, кстати, а крестьянин ему уже работать надо. А он, ну, считай... Ну, на неделю... Это я сейчас очень минимальный минимум беру. Он просто теряет работоспособность. А кто пахать-то будет? Вот кто? У меня вот плечо заболело. Я куртку не могу напялить. Нормально. Дементий все время куртку затягивает на правое плечо. Так я бездельник. В общем-то. Моя задача сидеть и разговаривать. Так не болит. А если пахать, то что? Ну, вот это на самом деле было чудовищное измывательство над народом. За которое... Внимание! За которое Александра Второго заочно приговорили к смерти. То есть, ипотека и вот это то, что он с людьми приказал делать. Вот его приговорили. Это не какие-то гнусные упыри. Решили, что давайте царя грохнем. Слушайте, хорошая идея. Почему бы в конце концов нет? Движуха? Нет. Это потому, что он сделал все, чтобы вызвать такую горячую к себе любовь. Повторяюсь, это чушь была жуткая. То, что его попытались убить и в конце концов убили. Просто зачем? Тем более, что еще заодно и кучу неповидных людей того. Никакого смысла? Смысла ноль. Подчеркиваю красным. Мы не сторонники терроризма. Мы изучаем ситуацию. Мы не одобряем убийство царя, потому что это не имеет никакого смысла. Но вот такая тогда была общественная мысль. Вот. И общественное действие. Задумайтесь, почему она была такая? Она была вот именно такой. Ну, а дальше что? Дальше у нас рост рабочего движения начался. То есть, не только крестьяне стали выступать, а еще и рабочие. Потому, что их просто стало гораздо больше, чем было раньше. Просто стало кого выводить, кого раздражать, кого побуждать на действие. Рабочие отличались от крестьян ровно тем, что массу рабочих приходилось учить читать или уже брать грамотных. Потому, что его невозможно приставить к станку, если он читать не умеет. Ему как минимум мануал освоить надо. Ну, а раз человек научили читать, он начнет читать все подряд. Очень может быть, что какую-нибудь гадость типа Маркса. И все. Как только он начинает читать что-нибудь типа Маркса, ему вашу чушь уже бесполезно втирать в уши. Он просто вам не поверит. Он уже знает, как этот мир устроен. Ну, и значит, что? Начинается постепенный рост рабочего движения. Причем, заметьте, они же выходили на улицу не потому, что читали Маркса, а потому, что видели, что то, что описывал там Маркс с Энгельсом, и еще какой-нибудь Плеханов, например, или какие-нибудь брошюрки, которые они вместо книжек читали, они на сто процентов коррелируют с их действительностью. Ну, тут бы еще уточнить, что все рабочие, практически все. Это вчерашние крестьяне. Ну, там, за редчайшим исключением. Вот они из вчерашних совершенно жутких условий прибыли. Еще более жуткие. Ну, уж как минимум ничуть не менее. Нет, хуже. Проживание в казармах, ненормированный рабочий день. Издевательство руководства. Дикие штрафы. Штрафы за разнообразные нарушения. Это не только опоздание, что ты опоздал и тебя оштрафовали. Нет, штрафовали за все подряд. Неправильно поздоровался уже с мастером уже штраф. Ну, там, опять же, что самое прикольное, что каждое заводоначальство собственную систему штраф придумывало, она не была никак отрегулирована государством вообще. За что можно штрафовать, а что нельзя штрафовать? Понятно, что если ты станок сломал, то, наверное, неплохо было бы тебя оштрафовать. А вот правильно здороваться с руководством, это должно как-то регулироваться и наказываться. По этому поводу у государства не было никакого мнения вообще, потому, что вот есть начальник, то есть, хозяин завода, вот он там вам сам все и придумает. Пару штрихов буквально. Вот Невский проспект. Многие тут не были. Солнце над ним ходит специфически. Одна сторона теневая, другая сторона солнечная. Так вот, по теневой стороне ходили только приличные люди. Всякую сволочь, рвань. Она там не ходит. Не то, что не пускают. Она там не ходит. Она ходит по солнечной стороне. А вот, например, если ты солдат... Тебе нельзя на тротуар. Тебе нельзя ходить по тротуару. Такое прекрасное сословное... Ты там между лошадей и куча говна. Лавируй. Да. Вот так. Кстати, что характерно... Вот на Кубе, например, неграм нельзя было ходить по тротуарам. А в Соединенных Штатах, например, другие особенности. Если негр идет навстречу белому человеку, то он обязан снять шляпу. Без шляп мужчины тогда не ходили вообще. Он обязан снять шляпу. Некоторые негры, особо хитрожопые, набирались наглости. Снимали шляпу за десять метров. И начинал свою черную лысину промокать. Чтобы не ломать шапку перед белым человеком. Ну, тут раздается клич немедленно. Люди, что делается? Вы посмотрите на эту тварь. Сбегались белые люди и немедленно его, как следует, приводили в чувство путем избиения. Нанесение увечий и всякое такое. Если вам кажется, что это кому-то нравится и за это в ответ ничего не будет, я забегая вперед скажу ровно одно. Обязательно будет. Для меня вообще непонятно, как большевики не убили их всех. Я не понимаю. Я в этом отношении давным-давно придумал называть большевиков инквизиторами. Потому, что большевики занимались ровно тем же, чем средневековая инквизиция. А именно, пытались привести насилие в хоть как-то упорядоченный вид. Ну, инквизиция, кто вдруг не в курсе, это следствие. Как только вы переведете инквизицию на русский, сразу весь флёр чудовищного ужаса исчезнет. Великий инквизитор. Следователь. Из ГСУ. Великий инквизитор. Извините. Да, большевики просто не дали людям свести счёты, как они хотели. Хотя многие успели. Многие успели, ещё как. И это потом обратную реакцию вызвало. И если бы не усилие большевиков, вот эти кровавые качели от одних к другим так и качались бы ещё лет сто. Ну, хорошо. 50 нам бы хватило. Да. Мы бы просто кончились, перестреляв друг друга постепенно. Я замечу. Тут бы неплохо сразу определить, кто в этом виноват. Кто издевался над людьми. Кто получал от этого удовольствие. Кто считал это законным. Кто на этом наживался. А потом уже предъявляет какие-то претензии к восставшей черни. Да. Если что, вот это вот символическое действие, а именно не пускать солдат на тротуар и заставлять ходить по проезжей части между лошадьми, и шаками и прочее. Это вы совершенно однозначно, не скрываясь, символически приравниваете их к скоту. Да. Это скот. А многие солдаты это понимали. Ну, они же лучше всех. Они там жили, они точно знали. На что нам намекают? Было такое даже выражение. Серая скотинка – это, собственно, про солдат из-за серой шинели. То есть, скотина в шинели – вот и всё. Находило отзвуки ещё в советское время. Вчера с моста автобус упал. С людьми. Да нет, с солдатами. В анекдоте смешно, а в жизни как-то не очень. Тем более, что солдаты это же не просто так. Они вроде как некоторым образом тут Родину должны защищать. Но вот Родину защищает скот. Вот такую. То есть, вы к своим защитникам прямо называете их скотом. Не пускаете их на тротуар. Ну, в общем, прекрасно. Всё организовано было прекрасно. И, конечно, это не могло не находить живейшего отклика в богоданном податном населении. Которая начинала волноваться постепенно. Всё больше, больше, больше и больше. И вот, в 1876 году у нас тут перед Казанским собором случилась казанская история. Она казанская не потому, что в Казани, а потому, что перед Казанским собором. Между Барклаем де Толли и Кутузовым. Первый раз у нас в Российской империи на демонстрацию, на митинг вышли рабочие. Было их немного. Там что-то... По рапорту полиции в районе 500 человек. Но это же было невозможно сделать легально. Потому, что такого рода выступления просто были запрещены. Такие законы. Нельзя собираться. Зачем вы тут собираетесь? Ну, а там была панихида в соборе по поводу погибших во время русско-турецкой войны сербских добровольцев и прочее. Как раз это же 1978 год. Окончание всех этих мероприятий. И как раз народовольцы и некоторые другие туда просто привели людей. На панихиду. А потом, когда все выходили из собора после панихида, ну, получилось так, что они уже собрались. Что, конечно, сразу вызвало немедленную реакцию полиции. Которая стала сама при помощи дворников, которые тоже были обязаны следить за порядком. И, что важно, неравнодушных, приличных граждан. Принялись этих работяг и студентов... Там было студентов больше, чем рабочих. Так получилось. Просто их избивать. Чего тут? Ну, потому, что там красный флаг развернули первый раз. Их принялись избивать. Конечно, работяги принялись бить их в ответ. То есть, получилась массовая уличная драка из-за всего этого. А кто бил? Сотрудники в форме. Переодетые. Так нет. Туда нагнали городовых, конечно. Они пытались просто их вытеснить оттуда. Те не расходились. Потому, что, опять же, не очень понимали многие, что вообще происходит. Это же первая была такого рода демонстрация. Опыта не было. Прибежали дворники. Городовые стали их лупить. А потом публика просто стала лупить. Черни же. Надо помочь полиции. То есть, просто люди неуполномоченные принялись их бить. И получили обратку. Началась массовая драка. Конечно, всех разогнали. Но нужны же стрелочники. А кто виноват? Зачинщики. Да. Зачинщики нужны. Но зачинщиков не поймать. Потому, что непонятно, кто из них зачинщик. Стали ловить рандомно. И вот там проходил мимо. Он не участвовал в демонстрации. Это важно. Студент Алексей Боголюбов. На самом деле, Архип Емельянов. Это его партийная кличка. Псевдоним. Так как он был в картузике и в студенческом мундире... Его просто схватили. И он был один из трех, кого за эту демонстрацию осудили. На каторгу. Прекрасно. То есть, вы представляете? За демонстрацию на каторгу. В которой не участвовал. Да. Он еще в которой не участвовал. Но потом пойди докажи, что не участвовал. Ты на улице рядом был? Был. В студенческом? Значит, очень демонстрант. И он загремел у нас в пересыльный дом на Шпалерной улице. На Шпалерке. Где некоторые бывали. В качестве сотрудников. Вот. Где он ждал пересылки. И вот туда приехал петербургский гражданачальник Трепов. С целью провести инспекцию. Пообщаться с начальством данной тюрьмы. Короче говоря, по службе. Тюрьма была новая. Она построена в 1875 году. Да. Она буквально свежая была совсем. Тогда большого дома, который теперь к ней примыкает. Литейный дом 4. Не было. Я не знаю, что там было. Тюрьма. По последнему слову техники. Она очень хорошая. С тех пор там, вы не поверите, все те же двери, все те же замки, все те же ключи. Все настолько надежно и грамотно построено, что предкам только мое почтение. Она так и называлась. Как-то правильно. Опытовая. Экспериментальная. То есть, впереди всей науки о пендициарных системах. Вот так вот. И вот он туда попал, студент. И туда же приехал через некоторое время наш гражданачальник Трепов. Чтобы вы понимали. К этому времени в 1873 году был большой закон о запрещении телесных наказаний. То есть, официально людей пороть было больше нельзя. Там довольно длинный закон с известными исключениями. Но тем не менее. Это был большой шаг вперед. И вот приезжает Трепов. И он выходит во двор, где гуляют арестанты. Студент Боголюбов. Тогда ромашки не было. Ромашка это поделенная на сектора. Где все закрыты стеной. Наверху решетки. Будка с надзирателями. Тогда такого не было. Они по открытому дворю ходили. Да. Там же гражданачальник пошел. И студент Боголюбов, как положено, снял шапку. Поклонился. Но потом пошел на второй круг. И он почему-то не снял шапку по второму разу. Дерзкий. Он может быть просто был не в курсе, что два раза снимать шапку надо. Каждый раз при встрече снимать шапку надо. Трепов, как писал великий наш юрист Анатолий Кони, был чем-то взбешен с утра. Не в настроении. Не в духе. Он подскочил к Боголюбову. Дал ему за трещину. Сбив шапку с головы. С студент не очень привык, когда с ним так обращаются. Он просто вообще не понимал. Впал в ступор. Ну, а наш губернатор прыгая и брызжа следой заорал, что в порку его. То есть, напрямую нарушив закон. Потому, что Боголюбов, тем более за неснятую шапку, вообще ни под какую порку не подпадал. Даже если бы это было тогда, когда пороть было можно. За шапку? Нет. А тут за шапку, когда уже нельзя, его высекли. Примерно высекли. Потому, что губернатор сказал пороть. Значит, надо пороть. Да. И это вызвало совершенно чудовищную реакцию в тюрьме. Потому, что там было огромное количество того, что мы называем политическими. То есть, всех разнообразных интеллигентов, студентов и так далее. Которые, когда увидели как поре человека впервые, там натурально приходилось бегать их от суицида удерживать. Потому, что вот такого никто не ожидал. Увидев, как это выглядит по-настоящему, тонкие интеллигентские мозги подвинулись. Это как бы не шутка. Это описано там. Едва не дошло до массовых самоубийств. Неудивительно. Тот, кто подобных издевательств над людьми никогда не видел, они плохо понимают. Всем кажется, что пытки – это что-то там, знаешь, раскаленное железо, еще чего-то там. Посиди хотя бы неделю, например, без кровати или там на хлебе и в воде. Очень много нового для тебя откроется. И отношение к пыткам радикально переменится. Это открытое насилие, прилюдно. Я не знаю, технологию-то там точно никаких кожухов с открытой... Да нет, там скамейка или козлы. Держите за руки, держите за ноги, сядь ему на голову, а ты на ноги сядь, а ты лупи давай. Лучше вдвоем обычно, чтобы не измучиться. Красота, да. Пороть-то тяжело. Вдвоем лучше. Физический труд, да. Да. Это, конечно, имело резонанс в обществе. И вот член народной воли Вера Засулич решила за это губернатора Трепова застрелить. Для чего был приобретен револьвер-боксер. Его бульдога тогда называют. В то время он назывался боксер. Такая уродливая крайне штука. Краткоствольная. Да, краткоствольная. Какого-то адового калибра совершенно при этом. По-моему 12.7, если не ошибаюсь. Ни хрена себе. Антиматериал. Да, да. Ну, там, конечно, специфический патрон. Все-таки это боксер образца, по-моему, 1868 года. То есть, он старенький. Уже к тому времени был старенький. Пришла в приемную губернатора. И когда она его увидела, она просто достала пистолет и выстрелила ему в бок. Там на нее тут же набросились. Револьвер отобрали. Губернатор был ранен не то, что не смертелен. Да, он был ранен опасно. Но это не представляло немедленной угрозы для жизни. Там ни в голову, ни в сердце. Пробила бок пуля. После чего, естественно, ее заарестовали. И был суд. В 1877 году. Как раз за сто лет до моего рождения. Очень удобно. Где защитник Александров, Петр Александров, выступил настолько ловко, обосновав, почему это вообще произошло. Ну, и то, что убийств по факту не было, что присяжные ее оправдали прямо там же. Присяжные. Это был суд присяжных, да. Судьей выступал лично Конни, который отличался тем, что он имел полную, как положено судье, тотальную беспристрастность. То есть, судья не может вставать ни на чью сторону. Вот у вас, значит, есть прокурор, вот адвокат, вот присяжные. Я в данном случае слезу только за тем, чтобы закон не был нарушен. Да. И процедура. Да. Вот у вас, давайте. Конни, в самом деле, великий юрист. Один из величайших юридических и теоретиков, и практиков своего времени. И Веру Засулич, вы не поверите, оправдали вчистую. Она в 1919 году умерла. Уже после революции. У нас на литературских масках похоронен. Да. Она кажется 1848 года рождением. То есть, нужно, когда говорим о том, что Вера Засулич террористка, ну и вообще поступила как дура, откровенно. Вот зачем это было делать, я не знаю. Нужно точно погрузиться в эпоху и понять, что ее подвигло. А вы представляете, что было с Боголюбовым-то самим после того, как его выпороли? Вот он 1854 года рождения, он в 22 года заехал на тюрьму. Домой он вернулся в 1887, будучи нахрен сумасшедшим. Его выпустили, собственно говоря, из застенков только потому, что он в медицинском смысле полностью рехнулся. Его передали отцу, и он там через пару лет, по-моему, умер. То есть, за то, что он просто проходил мимо митинга. Вот человеку просто вот так вот об колено переломали все вообще целиком. Обалдеть. То есть, вот давайте встанем на сторону... Даже не Веры Засулич. Давайте встанем на сторону самого Боголюбова и его семьи. Вот судьба семьи просто искалечена, переломана. Человек навсегда в 22 года заехал в тюрьму. Допустим, даже если он участвовал в митинге. Допустим. А это повод для того, чтобы человека навсегда просто упечь. Его выпороть и свести с ума. Опять же, за что? Шапку не снял? Пипец. Вот у меня других слов нету. Вот скажите, Трепов, который такой отчебучил. Он не является террористом. Так он террорист хуже Засулич. Как минимум идиотом. То есть, он совершил акт террора из-за того, что он просто злобная тварь. Вот и все. Не потому, что он хотел что-то изменить к лучшему. Какой-то закон защитить. Он нарушил закон напрямую, который регулировал такого рода отношения. И человека отложенным способом по факту убил. Да еще и хуже, на самом деле. Если бы он его убил, это было бы не так чудовищно. То есть, вот Трепов не террорист после этого? Вот такой вопрос. Ну, как минимум, сволочь. Ну, это кровавая сволочь. А кто это? Это кровавая сволочь. Так как осудить Трепова было невозможно, вообще он был не подсуден. То есть, какая разница, что он нарушил закон? Это генерал-губернатор. У него около царские полномочия. Это одновременно гражданские военные глава столицы. Он, конечно, не второй человек после царя далеко. Но очень сильно не последний. И от того, что он что-то там нарушил, его осудить было невозможно. Вообще. И вот, когда люди так пользуются властью, когда они настолько харкают на собственное население, которому они вообще-то служить призваны. Они же там не просто так. Это когда говорят слуги народа, это и есть слуги народа. Потому, что они живут на зарплату, которую им платят из денег, которые получают с налогов. Это слуги народа. Но когда слуги народа вот так поступают с народом, которому они вроде как призваны служить, еще и заодно харкая на закон. Потому, что закон может быть плохой. Но если даже его вы не выполняете, то, значит, во-первых, нужно забыть о том, что такое правовое государство. Потому, что правовое государство бывает только тогда, когда мы говорим, конечно, о буржуазной демократии. Когда есть и свято соблюдается презумпция невиновности и равенства перед законом. То есть, неважно, ты генерал-губернатор, ты какой-нибудь фабрикант или ты дворник или студент. За одинаковые проступки вы получаете одинаковое воздаяние. Все. То есть, иначе это не правовое государство. Закон на всех один. Конечно. Есть все одинаковые люди и над ними и над всеми одинаковый закон. Который одинаково на каждого действует. Ну, по крайней мере, так декларируется. А тут даже не декларируется. Ну, декларировалось уже к тому времени. У нас же, пожалуйста, суд присяжных есть. Да, Конституции, конечно, еще нету, но есть писанный закон. Значит, все перед ним равны. Кроме семьи Романовых. Треповнее семьи Романовых. То есть, его должны были судить. Но его никто не судил. И тогда Вера Засурович решила, что судить его будет она. Не получилось. Она его убить хотела. Почему не попала? Ну, она потому что студентка. Слабая женщина. Психически неуравновешенная. Руки тряслись. И не тренировалась. И, естественно, конечно, долго-долго не тренировалась. Как подходить, куда этот пистолет втыкать и как нажимать правильно на спусковой крючок. Поэтому руки ходили, видимо, у нее вот так вот. Когда она дернула за спуск, он у нее перекосил его в сторону и, конечно, никуда не попала. Странно, что вообще попала куда-то. Очень странно. Вот. Поэтому она совершила акт саму суда. За что, конечно, мы ей поаплодировать вообще никак не можем. Повторяюсь, поступила она дурацкий способом. Бред это. Так делать нельзя. Ну, просто потому, что ни к чему не ведет. Кроме немедленной реакции тех, кто защищает сам себя. То есть, власть. То есть, дальше будет только хуже. Но при этом, заметьте, она сделала то, что должно было сделать государство. А именно поставить охреневшего вот этого вот бракобеса как-то на место и привести его в чувство. Ну, то есть, его судить должны были за нарушение закона. Публично. Все с губернаторской должности нахер. И добро пожаловать в суд. Но ничего похожего даже не попытались сделать. Возможно, на каторгу не отправили бы. Не, но его бы жаловали. Хотя бы жест для общественности посмотреть. Так нельзя. Так нельзя. Было сделано неправильно. Так нельзя. Поэтому мы его с поста увольняем. Возможно, переводим с понижением. А может быть, даже с повышением в Москву. Да. Будешь московским. Лучший способ избавиться от дурака. Это с повышением его перевести. Да. При том, что трепута дурак не был. Это было совершенно сознательное действие. То есть, он считал себя вправе отчебучивать вот так. Он считал, что он не подсуден. И когда мы говорим, что Вера Засуревич поступила неправильно, то она поступила неправильно в вакууме. А в реальности, которую я окружала, у ее проступка были очень конкретные и чудовищно веские причины. Просто чудовищно веские. Каковые причины присяжные приняли во внимание под воздействием аргументов, которые приводил адвокат. И ее начисто оправдали. Просто потому, что никто не судил Трепова. Взвесили, так сказать, на весах элементарной справедливости. Для чего и нужны присяжные. Вот взвесили на весах справедливости. Если бы Трепова осудили, нужно было судить и Засуревича обязательно. Но Трепова-то никто не судил. Значит, Засуревич нечего наказывать. Тем более, что она его не убила, а просто ранила. За убийство, конечно, ее бы там никакие присяжные не спасли. Это никаких сомнений. Ее бы так законопатили бы до конца жизни. Но вот такие у нее были причины и поводы, которые мы сейчас, если вдруг собираемся что-то реконструировать, не учитывать не имеем права. Вы, дорогие товарищи студенты, вы точно уверены, что если Засуревич не права, то прав значит Трепов? Потому, что именно эти аргументы принимали во внимание присяжные. То есть, если вы считаете, что Засуревич виноват и не заслуживает снисхождения, как террористка, то Трепов заслуживает снисхождения. Все он сделал правильно. Так? И это, если что, наши будущие судьи и прокуроры. Потому, что это же юристы. Их, видимо, тренируют так, чтобы рука не дрожала. Прямо с детства. Выносить только обвинительные приговоры. Что там принимать во внимание какие-то сопутствующие обстоятельства? Виноват? Поедешь в места не столь отдаленные. Будьте уверен. Вот я так понимаю, что это специально делается для того, чтобы у нас вот такая смена юристов росла. Ну, то есть, если вы не принимаете во внимание всю совокупность фактов, так от вас, получается, снисхождения не ждать нельзя. Ну, как-то у меня вот такие вот есть внутри себя подозрения. Я не уверен, что это именно так. Но подозрения нехорошие. Я вот не знаю. У нас эти газеты оцифровывают, не оцифровывают. Ну, напомню. По-моему, уже когда-то говорил. Ранее это был суд. Это был большой спектакль. Да. Художники рисовали яростно всех. Да. Люди ходили по судам. Слушали процесс. И были специальные журналисты, которые все это там... Ну, не журналисты эти. Кто там скорописью бомбил. Стенографы. Да. Все делали стенограмму. А потом все это расшифровывалось. И печатали в газетах. Процесс, собственно говоря. Что тоже пользовалось огромным спросом. Людям уголовщина страшная. Интересная. А он, а она... Что этот сказал? Что тот сказал? Из этого наш этот... Как его? Лурье. Там книжки сочиняют теперь. Ну, там перепиши из газеты. Хорошо получится. Вот. Кому интересно, наверное, могут поинтересоваться процессом. Это интересно. Там, когда обсуждают. Что обсуждали, что говорили, кто как выступал. Крайне интересно и познавательно. Ну, с моей точки зрения, начинание исключительно правильное. Полезное. Им только надо управлять и направлять его в нужную сторону. Вот, например, надо разобрать советские процессы над троцкистами, изменниками Родины. Всякие Каменевы, Рыковы и всякие остальные. Давайте вы соберетесь, опубликуете материалы, рассмотрите все это. А потом вердикт вынесете. Мне просто интересно. Там ничего другого вынести-то нельзя. Абсолютно ничего другого. Давайте. Давайте попробуйте. Это надо сделать публично с трансляцией по федеральным каналам. Это было бы интересно. Желательно после того, как эти граждане-судьи будущие все разберут. Позвать нормальных юристов, их преподавателей, например. А давайте они палкой потыкают в то, что они говорили. Это вам не идиотские постановки. У нас тут встать в суд идет. Нет. Это реальные вещи, которые со страшной силой влияли на судьбу страны. Повлиял ли на судьбу нашей страны поступок Веры Засулич? Еще как повлиял. Мое почтение. Что же этим не интересоваться? Повлиял ли как-нибудь разгром этого троцкистско-бухаринского блока? Тоже, наверное, повлиял. Давайте его разберем. Но, как мы знаем, не могло быть у большевиков никаких вот таких опасных политических оппонентов и террористов. Оказывается, террористов-то не бывает. То есть, они при царе были, а при большевиках... Не было. ...и исчезли. А все, которых террористами обозначали, это были невинные жертвы. Ну, может быть, за каким-то очень-очень редким исключением. Ну, как правило, конечно, да. То есть, ни заговорщиков не могло быть при большевиках. Это все навет. Ни террористов не могло быть ни саботажников, ни диверсантов. Никого не могло быть при большевиках. Ну, в принципе... Как вы такое придумываете? Какие террористы? Какие диверсанты? Какие саботажники? Какие заговорщики? У него в деле написано... Иностранные языки знаете? Знаю. Какой? Латинский. В деле написано... Латинский шпион. Может, и написано. Я не знаю. Не смотрел. Начать я бы... Юристом начинающим этим или заканчивающим. Я бы рекомендовал им начать с дела Александра Исаевича Солженицына. Вот это... Прекрасный пример. Расскажите общественности, за что был задержан и заарестован. Расскажите общественности, какие показания давал он сам. Что говорили его, в кавычках, подельники, которых он пытался втянуть. Ну, покажите. Нам интересно. И интересно будет послушать вердикт. Но судили, конечно, исключительно Веру Засулич. Потому, что она не просто террористка. Она, внимание, левая террористка. Это самое главное. То, что она левая террористка. А сейчас у нас по правомонархическим, черносотенным, которые у нас возрождаются по полной программе разнообразным каналом. Рупором, каковых является Егор, наш дорогой Холмогоров, про которого мы здесь пару раз упоминали. Разнообразные спутники и погромы. Планы Б и прочее, прочее, прочее. Несется прямо, что... А что вы думаете, что какие-то там правые террористы? Нет. Самое страшное – левые террористы. Левый террор гораздо опаснее. Никаких сомнений. Левый террор гораздо опаснее. Ну, да, я уже третий раз говорил, что любой террор вот такой вот индивидуальный – это страшная штука, которая вообще не имеет права на жизнь. Неважно, правый, левый, серединный, верхний, нижний. Потому, что это мало того, что чушь, так еще и кровавая чушь. Но вы когда вот про левый террор говорите, ну, давайте скажем так, что весь левый террор, к которому вы апеллируете, например, про Веру Засулич, например, про эсеров или народовольцев, он весь полностью реактивный. Это был ответ на террор власти. Есть акция. А есть реакция. Потому, что власть занималась прямым террором, прикрываясь законом, а иногда и не прикрываясь к чертовой матери. Потому, что когда мы говорим про, скажем, убийство Плеве или про убийство того же Столыпина, о чем мы не вспоминаем, например, про такие замечательные литерные поезда. Например, когда батальон лейбгвардии великолепного Семеновского полка от Петра I, ведущего свою историю, ездил по Казанской железной дороге и просто стрелял в людей. Без суда и следствия. Какого там суда? Увидели, стреляем. Просто вышли, штыками запороли, обратно погрузились в вагон, дальше поехали. Сколько там? 150 человек по официальным отчетам перебили. Это не террор? А что это, простите? Когда у вас армия... Да не просто армия, а одна из двух лучших армейских частей занята тем, что убивает людей. Просто ходит и убивает. Им даже сопротивляться невозможно. Вы понимаете, что это высоко обученные профессионалы? Высочайшим образом обученные профессионалы. Но все равно, что у нас сейчас есть какой-нибудь там... Гвардейский полк. Гвардейский полк. Там три роты спецназа отправить просто в долю железной дороги, идти убивать людей. А что вы с ними сможете сделать? Конечно же ничего. Вы только пукнуть успеете, возможно. И это называется акт террора. От слова устрашение. Это акт террора. То же самое литерные поезда Легенкамфа в Сибири. Которые занимались тем же самым. То есть, они просто убивали людей. Какой там суд? Какое там следствие? Это акция массового устрашения. Точно так же несколько раньше начали террор против просто левых активистов. Которые там распространяли литературу, листовки. Профсоюзы организовывали. Какая мерзость. Недопустимо. Вот. Начался акт государственного террора против них. То есть, их просто хватали. И очень часто без осуждения отправляли в так называемые предварительные ссылки. Как, например, Сталин неоднократно сидел. Его же ни разу не осудили. Сталина. Ну, вот он не был уголовником. В том смысле, что у него нет ни одного уголовного вердикта. Что ты виновен в чем-нибудь, короче говоря. А в ссылках бывал. А в ссылках бывал будьте нати. Ну, а в ответ тогда уже эсеры начали свой террор. Это, опять же, это не эсеры решили, что давайте, знаете, что будем всех убивать. Это война была, которую начали не левые партии. Это начали правые. Ну, условно говоря, правые. Тогда, наверное, не было такого четкого разделения, как у нас. Сейчас есть полное понимание. Но, по факту, это же были и левые, и правые. Вот правые при власти начали террор против собственного народа населения и конкретных левых активистов. И получили в ответ вполне конкретную реакцию. Она совершенно неоправданная. То есть, вообще, это ужасная глупость. Четвертый раз скажу. Потому, что не ведет ни к чему. Только к раскачиванию маятника насилия. Оно не может привести ни к чему хорошему. А значит, уж такую цену, цену крови платить не стоит за бесполезное действие и просто разогревание атмосферы. Но, инспирировали это власти. Это второе. Третье. Тут недалеко, в трех остановках отсюда погиб плеве разорванной бомбой. Погиб Столыпин. Был убит московский градоначальник Сергей Александрович Романов. Градоначальник Романов и яростный гомосексуалист. Который превратил высший свет в Москве. Как тогда говорили, Рим построен на семи холмах, а Москва на семи буграх. Ну, от французского «le bugr», то есть «пидорас», извините. А кто это сделал? Такой вопрос. Ну, вот конкретно. А кто это сделал? Сейчас скажут эсеры. Я говорю, да, эсеры. Вы понимаете, что вот тот человек, который нажимает на спусковой крючок или кидает бомбу? Это руки. А кто это придумал? Организовал, направил, допустил. Тут мы узнаем, что это делал агент охранки Евно Азеф. С разрешения охранки. Как минимум при нейтральном допустительском отношении охранки. На деньги охранки. И вот скажите, Евно Азеф, он точно был левый? Если он работал прямо на правой организации при власти находящейся, так получается террор-то был не левый, а правый... Неожиданно, правда? Вот посмотрите. Плеве грохнули под руководством Азефа. Охранка была в курсе. Ну, просто не бывает такого, чтобы они были не в курсе, чем занят агент. Я более страшно скажу, что если внимательно почитать архивы, которые, к сожалению, во многом погибли, может быть, выяснится, что Азефу просто заказали Плеве... Он мешал кому-то? Может. Вполне. Допускать такое вполне нормально. Вот смотрите. Он мешает. Сейчас будет другой у нас министр внутренних дел. Не Плеве. Тот, который будет приятен нам. А у нас для этого... Смотрите-ка. Это специальная выращенная боевая организация есть. То есть, это не мы это делали. Это они делали. И вот раз агенту Азефу говорят. Грохни Плеве. Будь любезен. Будь любезен. Потом сдай нам этих и этих. Мы раскрываемость повысим. А ты, негодяя, царского сатра похлопнешь. И все при больших плюсах. Вот это уже второе лицо после царя в стране. Премьер-министр Столыпин. Вот его точно заказали. Это просто видно из всего, что происходило. Потому, что приехал премьер-министр. Но это по нынешним меркам президент. Просто царя у нас, слава богу, нету. Но вот тот человек, который непосредственно управляет государством... У нас теперь президент называется. А тогда, видимо, это был премьер-министр вместо него. То есть, президент. Приезжает в столицу Украины Киев. И его не встречает вообще никто. Он на извозчике едет сам. Частным порядком. А как же протокол? А нет никакого протокола. Вдруг забыли про протокол. Ему по протоколу полагалась блендированная бронированная карета и не помню сколько казаков в охране. То есть, чтобы его просто провели по улицам. Опять же, там должны были быть перекрытые улицы. Вот это вот все, что положено. Вот приезжает в спецвагоне в лидерном же вагоне глава государства. И оказывается, с благодарными согражданами на вокзале один. Учитывая, как выступал Столыпин. Но Столыпин был лихой. До ужаса. Он неоднократно ходил прямо в народ. В него там кирпичами кидались. А он матом орал, что не прав, а прав я. То есть, его это не сильно пугало. Смелый. Да. И вот он идет в театр смотреть сказку о царе Салтане, Гведоне, 33 богатырях и прочее. Это вот наше замечательное и любимое. И его тоже никто не охраняет вообще. Более того, в театр заходит Багров с пистолетом. Револьвером. А не, погоди. Он, кажется, с диринджером зашел. С пистолетом. Неважно. С огнестрельным оружием. В театре находится царь одновременно. То есть, будьте уверены. Театр охраняется вот так, как, в принципе, он может охраняться по максимуму. Но почему-то человека с оружием пускают. И он спокойно доходит до... Внезапно не охраняемого никем при набитом охранкой театре. Вот конкретно Столыпин никто... Даже не пытается прикрыть. Вообще. То есть, ложа не охраняется никак. И он подходит и стреляет в главу государства. И на глазах у всех его того. А он тоже агент охранки. Да что ж такое. Только он уже не в черную агент охранки, как, например, Азеф использовал многих членов боевой организации. Некоторые там тоже, конечно, были твари вербованы. Но, тем не менее, этот-то прямо агент. Он на службе находится лично. То, что он выступает в качестве члена... Он, правда, не был эсером. Он был анархистом. То, что он выступает как анархист, так вы понимаете, что это просто личина анархиста. Это прикрытие его. Легенда. Он, может быть, раньше в самом деле был анархистом. Но сейчас-то после трокового зарплату получает в охранном отделении. Это его именно что легенда. А на самом деле это даже никакой не правый. Это просто государственный служащий. Пускай и секретный. Какая прелесть. И вот он идет и убивает главу государства. Мы, конечно, не имеем документов. Кто-то заказал. Но сам порядок действий выглядит так, что его должны были или на вокзале хлопнуть, или еще где-то. Но вот хлопнули в театре. Да. Это интересное дело. Тоже можно разобрать публично. Да. Возможно, документы какие-нибудь откроются. Да. Вот как оказался человек с оружием в театре, где сидит царь. Да. И где, условно, сотрудников ФСО больше, чем публики. И почему главу государства при этом никто не пытается вообще никак контролировать, прикрывать, защищать. То есть, вокруг него никого нет. Пустота. И человек с пистолетом проходит через сверхохраняемое помещение и убивает. На глазах у всех. Это можно сделать только тогда, когда это делают условный начальник КГБ. Который просто приказал вообще стоять вот в этих местах, смотреть в обратную сторону. По-другому это просто быть не может. Там подготовленные люди, обязанные прикрывать защищаемых персон. Двух самых защищаемых персон вообще в стране. Это царь и премьер-министр. Сильнее просто не могут никого охранять. Это правый террор или левый террор? Скажите, пожалуйста. Вполне очевидно. Это именно правый террор. Который направлен против самих себя. Потому, что Столойпин очень сильно мешал на какой-то момент. Во-первых. Во-вторых, он своими прекрасными инициативами стал яркой раздражающей фигурой. То есть, сейчас мы его уберем, поставим нового и все будет хорошо. И действительно так и вышло. Так, конечно же, и вышло. Поэтому, когда вы такое говорите... Я еще раз и еще раз и еще раз... Ну, в смысле того, что это все сделали эти леваки мерзкие. Я еще раз и еще раз и еще раз говорю. Друзья, вы когда такое говорите, вы это говорите не про леваков. Потому, что как только... Какой студент... Я сказал студент. Нет. Школьник. Возьмется вот такой прибор. Вот элементарно в Википедию носунет. Вот там первая, вторая ссылка. Всегда будет в Википедии. Какие-то самые базовые сведения прочитает. Ну, там в течение получаса. Может быть часа. Он поймет, что... А. Вы врете. Б. Он дальше развернет собственную логическую цепочку. Которая прямо напрашивается. Что если это сделали тогда при участии, как минимум при пропустительстве правонастроенных властей, так это значит, что современный любой теракт однозначно делает ФСБ. Такая здесь логическая свеча. Ну, как? Если это уже было тогда, так будьте уверены, сейчас то же самое. Ну, как? У нас же тем более, что с каждого утюга говорят, что мы тут возрождаем Россию, которую мы потеряли. Так, может быть, по полной возрождаем? Вот со всеми этими инициативами замечательными. Любой школьник сделает такой вывод. И не нужно, чтобы Леха Навальный помогал или кто-нибудь Навальнообразный. Экстремист. Да. Он сам школьник для всего додумается. И у меня отсюда... Раз, два, три. Четвертый вопрос. Вы на чью мирницу воду льете? И на что вы намекаете, сволочи? Вот на что вы сволочи намекаете? У меня кажется, что люди, которые такими делами заняты... Вот все-таки я это... Как говорил известный персонаж в известном фильме, следует помнить о предсказуемости тупизны. И так это? Да. С одной стороны, тупизна, конечно. А с другой стороны, вы что осознанно это делаете, что ли? Если человек все-таки не школьник, а это пишут не школьники, то там уже гормональный фон несколько ниже. И, видимо, этими процессами мозг управляет. Понимаю, в 15 лет можно что-нибудь такое написать. Даже никакого осуждения. Просто ты малолетний дурак. Вот и все. Вырастешь. Есть надежда. А когда человек в 35 или в 45 делает? В 55. Может цели какие преследуют? Интересные. Не очевидные на первый взгляд. Вот у меня тоже вопрос. А какие вы, собственно, цели преследуете? Конечно, с одной стороны, это читать без смеха невозможно. Вот натурально истерический хохот охватывает из-за адской нелогичности и настолько тупых исторических косяков, которые вы допускаете. Вот тупейших исторических косяков. Но потом я вспоминаю, что точно так же ржали над Гитлером когда-то. Над клоунами из известной восточноевропейской страны. Сопредельные нам. Которые такую же херню у себя описали один в один. Под микроскопом не отличишь. Только там имена и названия иногда менялись. А системно-то было ровно то же самое. А потом что-то вдруг стало всем не смешно. И вот результат. Кровь, говно и куски мяса во все стороны. А начиналось все ровно с таких вот очень странных философско-исторических или просто философских или просто исторических писулек. Который, повторяюсь, здоровый человек написать не мог. Это может быть какой-то скетч, фильетон. Или ты просто дебил не разбираешься в том процессе, в том явлении, которое описываешь. Никак. А потом вдруг оказалось, что все это шепито. Оно вообще ни фига не смешное. А так как история имеет гнусное обыкновение повторяться с некоторыми изменениями. Это во-первых. А во-вторых, вот мы за этим столом сидя. Кто с 2014-го, кто с 2015-го года постоянно на конкретных примерах говорили, что вот это наш восточноевропейский сосед, это то же самое, что и мы. Вы не думайте, что мы как-то отличаемся принципиально. Мы только больше и богаче. И поэтому запас прочности сильно больше. А так это зеркало, которое отражает тех, кто стоит напротив. Все речь нас. И что-то так вышло, что мы оказались правы. Да. Хотя большого ума в том, чтобы сказать, что мы правы, не нужно было, по-моему. Еще не надо. Минимальная наблюдательность. Повторяю. Дело правильное и нужно. Только давайте доведем его до конца. Да. Я помню, в Новгороде там какие-то комрады спектакль ставили про суд над Власовым. Да. Было дело. Только живьем можно было посмотреть. Я не знаю, записали, не записали. С интересом бы поглядел. Так сказать. Выложено. Ничего придумывать не надо. Дорогие театралы. Берите нормальное уголовное дело. Разбирайте. Облокат. Обвиняемый. Судья. Прокурор. Присяжный. Присяжный. Да. Получится очень интересно. В отличие от художественного фильма «12». Получится очень интересно. Начните с Солженицына. Это вот мое такое поживание. Да. Верочка Засурович умерла в 1919. А Солженицын... Вот он совсем недавно был еще жив. Мы его все видели. Да. И читали его... Насильно. Основополагающий труд. Как нам обустроить Россию. И, конечно, архипелаг. Гуд лаг. Гуд лаг. А еще один день Иван Денисча. Который в школе прямо... Я помню, мне в школе... Это было в необязательной программе категорически. В школьной программе Солженицына, когда я учился, не было. Но на откуп учителям отдавали дополнительную литературу. Что вы разбирать будете? Что вы выбор был? Матрюнин двор. Архипелаг ГУЛАГ. И один день Ивана Денисовича. Выбирайте. Не, например, «Как закалялась сталь. Тихий дон» и «Один день Ивана Денисовича». А три произведения Солженицына. Да. Успех-то уже виден. Да. Это был 93-й год, если что. 1900. Те, кого растили на «Как закалялась сталь. Повесть о настоящем человеке». Что-то вот с автоматами в руках в окопах сидят. А кого на одном дне Ивана Денисовича, те через верхний Ларс уже сквозанули. И их нет. Вы кого воспитывали и зачем? Хочется узнать. Это во-первых. Во-вторых... Нам точно такие дети нужны? Это целенаправленная многолетняя программа, которая воспитывала тех, о ком говорил Гербановский Греф. Я очень люблю этого человека. Как и, например, философ Ильина. Они потому, что никогда не врут. Я терпеть не могу врунов. А эти мне крайне неприятны, но они никогда не врут. И что же он сказал? Надо воспитывать грамотного потребителя. Ну, это же знаменитая цитата. Вот воспитали. Я думал, что это какой-то министр образования говорил. По-моему, это первый Греф. И в любом случае Греф точно совершенно говорил, что если мы сейчас всех образуем по-нормальному, то невозможно будет управлять. Это да. Вот. Пожалуйте. Они это все декларировали постоянно. Говорили. И я понимаю, что они не просто сотрясали воздух. Они описывали действительность. То есть, по результатам этого их многолетнего, 30-летнего вдумчивого и усидчивого труда. Результаты вот они. Увесистые получились. И что важно, никто за это, я уверен, не понесет никакой ответственности. Даже намека. Как Трепов. Как Трепов. Конечно. Потому, что они же у нас некоторым образом закона стоят. Выше закона. Можно все. Можно 10 учебников по истории делать. А теперь всего три. Как говорил глубоко уважаемый нами персонаж. Верным путем. Верным путем. Да. Это... Во-первых. Во-вторых. Когда говорят, что... Ой, нет. Знаете... Вот архипелаг ГУЛАГ... Это я говорю сейчас о способах исправления ситуации. Архипелаг ГУЛАГ. Это, конечно, не самое лучшее произведение Солженицына. Вообще, надо сказать, что это плохое. И вообще оно сложное. В смысле того, что огромное. Зачем оно школьникам нужно? Кто это сейчас придумал вставлять в школьную программу? Кто это сделал? Один Дениана Денисовича? Достаточно. Он гораздо меньше. Говорят. Говорят. Сильно лучше написано. Я читал и то, и другое. Что-то я не заметил там какого-то литературного дара. Вообще. Такой же серево. Просто натурально. Извините. Стиль с рёт кирпичами. Безукоризненно. Безукоризненно. И апологетика бандеровцев в том же самом одном дне Ивана Денисовича точно такая же, как в архипелаге ГУЛАГе. Они не отличаются вообще ничем. Ну, это же все против большевиков. Нам ли не понимать? А значит хорошо. А значит хорошо. Вот. Поэтому, когда вы дети. И вы, что самое главное, дети вообще ни в чем в данном случае не виноваты. Взрослые, которые все это организовывают. Вы когда осуждаете Верочку Засулич, имея в виду ее как символ, конечно, а не как конкретного человека. Надо ли говорить, что это именно символ. Некая манифестация. Что мы вот против этого. Вы посмотрите внимательно на результаты деятельности левых Российской империи и правых Советского Союза. Левые Российской империи довели страну до того, что после того, как она просто развалилась к чертовой матери. Разваленная правыми, кстати, они ее смогли собрать обратно. И на 70 лет просто обезопасить не Советский Союз. Земной шар от кровавой каши, в которую он теперь успешно погружается. Вот это были результаты работы левых. А результаты работы правых... Это одна уничтоженная империя. То есть, российская. Это они ее уничтожили. Правые, не левые. У левых просто не было сил для того, чтобы уничтожить Российскую империю. Ее уничтожили правые, свергнув царя сначала. Там, может быть, Гучков, Милюков, генерал Алексеев. Это, может быть, какие-то были очень сильно левые. Что-то я сомневаюсь. Вот они уничтожили сначала царскую империю. А потом примерно за полгода, взявшись рулить самостоятельно, сделали то, что вот примерно от Николая Первого до Николая Второго Романова не могли сделать. А они это за полгода умудрились. Уложились. Уложились... Столетку в полгода отработали. И просто порвали страну. То есть, ее не стало. Левые. Уничтоженную страну. Уничтоженную по факту. У нас тут 28 территорий уже имело место. Которые так или иначе самоуправлялись. Огромные. Типа... УНР или Белорусской республики. Какого-нибудь Камучин в Сибири. И так далее. Отдели наши кубанские южные территории с казаками. Которые оказались внезапно самостоятельной нацией. Никогда такого не было. И вот опять. Они нерусские. Да. И вот про Закавказье и Средний Азии... Я просто молчу. Они же заселены по факту этнически нерусскими. Там уже никаких сомнений. Потому, что с казаками вопросов никаких нет. Это просто русские люди. А грузины, азербайджанцы, армянины. Они точно не русские. Какие-то сомнения есть. И все это разлетелось. Большевики смогли... Даже, скажем так, шире левое правительство. Там далеко не одни большевики были поначалу. Смогли это собрать. Находясь не просто под санкциями. Это мы сейчас под санкциями находимся. И очень плачем. Они находились не под санкциями. Они находились под 100% международным непризнанием. Это не страна. Вас просто нет. Договариваться. Заключать какие-то там мирные, немирные договоры. Ни с кем. Просто нету субъекта, с которым это можно заключать. И вас просто нет. Вот они умудрились и страну собрать. И под санкции выйти. Вдумайтесь. Страну запрещено было признавать. Запрещено. Не торговать с ней какими-то технологиями. А просто ее не было. Однако, они смогли сделать так, что ее признали. Прорвать санкционную блокаду 100%. Там не с кем было дружить вообще. Может быть, с Монголией только. Она бы нам баранов поставляла, и это было бы прекрасно. Прорвать санкционное кольцо. И стать через некоторое время второй сверхъержавой на планете Земля. Вот это результаты деятельности левых. Несмотря на все чудовищные ошибки, которые они допускали на пути. Несмотря на совершенно зря пролитую кровь дураками изнародной воли. Оно имело в итоге вот такой результат. А деятельность правых имела сначала две войны. 904-5 и 14-18 годов, которые Россия в дребезги проиграла. Потому, что они отлично подготовили страну оба раза. Отлично подготовили страну. И оценили международное положение. Потому, что корейская спецоперация по присоединению Кореи. Закончилась русско-японской войной. И чудовищными пинками, которые мы получили от вот такой вот страны. Которая вчера вообще... Как страна она, конечно, была. Но кто ее видел в смысле международного игрока? Вообще никто. Но почему-то наши власть придержащие вписались в данную авантюру. По-другому это не назвать. Вообще не принимая во внимание ни то, что японцы уже заключили договор с Англией в 902 году. Не то, что японская армия... За это время была... Армией, конечно, флот. Тотально перевооружена, обучена. И выглядела вообще не так, как мы себе представляли. Мы-то представляли себе, что у них богослужения не проводятся. У них же нет богослужений. Поэтому японцы воевать просто не смогут. Однозначный проигрыш. Даже начать не успели. Просто разбегутся все. А у нас богослужения не просто проводятся. А в каждом полку есть свой священник. У каждого полка своя церковь. Где, конечно, за полк будут молиться круглосуточно. Да. Это спасает. Это идеально просто. То, что японцы уже к тому времени имели едва не поголовное образование. Это в отличие от нас. То есть, можно было японского солдата, например, рядового снабдить картой. И он эту карту, вы не поверите, смог бы прочитать. То есть... А нашего солдата нельзя было снабдить картой. Потому, что, скорее всего, он не умел просто тупо читать. Я не говорю в топографии разбираться. Он просто не умел читать. Для него эта карта была Филькина грамота. Поэтому к солдату обязательно должен был быть погонщик-офицер. Инициативный солдата... Таким образом... Вот это все мы не приняли во внимание вообще. И полезли воевать. Адские потери. Чудовищный удар по международному престижу. И все там пальцем показывали. Посмотрите. Да. Кому интересно... Когда-то давно Борис Витальевич Юрьев... Мы штуки три, наверное, роликов делали про русско-японскую войну. Исключительно подробно изложено. С красочными примерами. Как это было. Кто это такое задумал. И как это реализовали. И к каким последствиям в итоге привело. То есть, полная недооценка противника. Полная недооценка международной обстановки. Кто кого поддерживать-то будет. Почему-то Федор Большунас будет поддерживать. А в итоге на нас только благосклонно Германия взирала. Потому, что англичане... Все правильно сделал. Англичане вроде как за японцев. Немцы англичан не очень любят. Поэтому они нам уголь продавали. Ну, собственно, все. Хорошо получилось. А все остальные помогали японцам почему-то. Резко совершенно. Ой, господи. Вот. Это правое правительство сделало такое. Потом правое же правительство выпрыгивая из штанов. Рвалось вписаться в будущую первую империалистическую войну. Вот выпрыгивая. Сделали все. Чтобы Россия оказалась туда втянута. Вот все сделали вообще. И когда началась таки война, и Германия объявила войну Российской империи, вдруг выяснилось, что у нас нет мобилизационного плана. Он просто даже вот не предусмотрен не в виде документа, а он даже в виде идеи отсутствует. Вот такие военные были замечательные. Вот нет моб-плана. Кому бронь давать? Кому не давать? Кому давать обязательно? Очереди развертывания? Как это все вооружать? Вот не было этого мобилизационного плана разработано. Вот такие великие военные были. И в таком состоянии страну подвести к чему? Ну, к Первой мировой. Блин. Там же все понятно было, что это не просто так. То, что какие-то идеи были шикарные, что сейчас до первого листопада мы все закончим. Такие идеи были, конечно, у всех. Но сообразить, что нам придется схлестнуться с Германией и Австро-Венгрией одновременно... Ну, Германия это номер два после Англии сразу. А мы? А мы номер пять были. По всеобщему признанию. Ну, вы понимаете, что между номером два и номером пять разница просто катастрофическая. Если, например, турок и Австро-Венгров мы бы, скорее всего, худо-бедно бы отпинали очередной раз. Но турок очередной раз, а Австро-Венгров просто. То Австро-Венгров, турок и немцев вместе... И причем даже не по военным соображениям, а тупо по экономическим. Что и случилось. И это тоже результат деятельности правого правительства. А еще правое правительство провозгласило устами графа Уварова этот лозунг «Православие, самодержавие и какая-то нагодность». И это, повторюсь, это в самом деле очень правильный лозунг «Был бы при Иване Третьем». То есть, при Иване Третьем феодальную эпоху... Это даже бы, я думаю, графа Уварова наградили бы чем-то. Потому, что такое придумать в пятнадцатом веке, это было бы нереально прогрессивно. Вот так сформулировать в трех словах государственную идеологию. Но в девятнадцатом веке, когда у нас с развитием капитализма принялись насаждать этот самый капитализм, у нас что? Россия превратилась в тюрьму народов. Потому, что раньше всем наплевать было какого-то вероисповедания, какой-то национальности. Было важно чей ты подданный. По феодальным меркам. Там-то вообще все равно. Тем более, что в самом деле у русского феодализма это один его огромный плюс. Не было манечки всех перекрестить. Потому, что опять же было все равно. Ну, мусульманин-то и что теперь? Ты службу тащишь – тащишь, ну и будь мусульманином дальше, слава богу. Магометанин. Магометанин, да. Евреям было плохо быть. Да, это не очень. Потому, что мусульмане православные вместе не любят евреев. Ну, тут мы не виноваты. Тут мы не виноваты. Так получилось, да. А с капитализмом стали развиваться нации. И тут выясняется, что всех вообще в стране называют инородцами и иноверцами. Кроме великороссов, украинцев и белорусов. Если бы меня инородцем называли... Я бы как-то расстроился бы. А дальше, ну, допустим, называют и что. Но дальше из этого последовали практические выводы. А именно. Постепенное запрещение преподавать на национальных языках. Ограничение доступа к образованию вообще. Например, грузин Джугашвили до 12 лет не знал русского. Он просто говорил только по-грузински. Скажите, в Российской империи, где на русском языке было все, какие у него были шансы карьеру сделать? Когда он русского не знает. Ноль. Вот ровно ноль. Он так и был бы сапожником где-нибудь в горе. Слава Богу, что у него было стремление к знаниям. Ну, и на первом этапе мама, которая его русскому научила. Наши мусульманские окраины... Мусульманские окраины, если что, у нас начинаются с Волги. Это не где-нибудь там в Азербайджане, в Узбекистане. Это прямо вот сердце страны. Это Волга. Ну, в Башкирии. Немножко раньше. Еще и повыше. Еще и повыше. Точно-точно. Южный Урал, опять же. Вот там прямо уже в 19 веке излагались потрясающие государствообразующие духоскрепные идеи. Что, конечно, запрещать... Надо запрещать преподавать все эти движения мусульманские постепенно. И в обязательном порядке активно игнорировать эту самую мусульманскую политику. Так, чтобы она постепенно сошла на нет. То есть, нужно всех привести к русскому и православному. Сразу не получится, но стараться надо. Как вы думаете, это очень сильно понравилось местному населению на окраинах? Вот такого рода политика. Когда вам просто говорят, что вы, во-первых, не Русь. Во-вторых, мы вас поставим в стойло навсегда. То есть, вы никаких шансов вообще иметь не будете вырваться из этого вашего байского замечательного устройства. С баями договариваться будем, конечно. То есть, это один в один то, что у нас происходило буквально последние несколько лет подряд. Договариваться нужно с элитами. У нас же главная национально-ориентированная элита. А элита дальше это быдло сама в стойло поставит. Вот сейчас 4 миллиарда Януковичу занесем, а он разберется. Ну, и там еще этим, этим, этим. Помогут. Помогут, да. Как мы видим, удалось. Вот тогда было то же самое. Когда говорят о Российской империи тюрьма народов. Какое там? Нет. Вот смотрите. При Рюрике было не так. Да, при Рюрике было не так. Потому, что при Рюрике не было Российской империи. И Российская империя по факту появляется только при Иване Третьем. И внутри себя от Ивана Третьего до Николая Второго она пережила несколько итераций. Это были разные государства в своем внутреннем устройстве. И то, что при Иване Третьем было очень умилительно, при Александре Втором или там Александре Третьем, Николая Втором, это было уже, мягко говоря, даже не прошлый век. То есть, даже в 18 веке такое отчебучивать было бы уже как-то ущербно. Но нет. Это была государственная политика. Государственная политика. И вот смотрите. 1916 год. В Казахстане восстание. Еще никакой революции нету. Потому, что наши национальные окраины были доведены... Ну, просто до скотского состояния. Это опять же результат правой политики. Национальный. Как говорят. Мы не националисты. Мы просто любим русских. Да, слава Богу. Но вы понимаете, что если вы живете рядом с казахами, вам казахов должны любить точно так же, как русских. Как минимум. Потому, что вы находитесь в одной стране. И если вы находитесь в одной стране, вообще наплевать. Вы все граждане. Вы одинаковые. Не должно быть, не может быть разницы между казахом, евреем, башкиром, русским, татариным, чеченом, ингушем. Короче. Перечислите дальше. Такое смогла обеспечить только зловредная советская власть. Да. А потом вдруг у нас советская власть... Вот та самая аналогия замечательная, которую ты постоянно приводишь. Вот построили дом. У него внешние капитальные стены, внутренние несущие стены и несколько легких перегородок. Вот построили дом и несколько раз переставили легкие перегородки. А потом пришли какие-то следующие управдомы. И снесли все несущие перегородки. Не трогая легких. А дом взял, почему-то развалился. Мину заложили. Это вот дом, видимо, построили. Да. Так вот. Собрали это все. Только как раз на основаниях той самой пропагандируемой левыми политики право нации на самоопределение. Только и никак по-другому. Как вы могли бы присоединить обратно Азербайджан, например? Не представляю. То есть, его завоевать пришлось бы? Не, ну, нести всякую херню про то, что вот этого делать было не надо. Ну, попробуй по-другому. Я посмотрю. Попробуй. Ну, я говорю, это можно было бы сделать только прямым завоеванием. То есть, туда ввести Красную армию. Она бы там перебила всех недовольных. И как бы нас тогда воспринимали? Как завоевателей? Вполне очевидно. Потому, что мы бы их именно что завоевали. Но почему-то именно что завоевывать никого не пришлось. Да, конечно. Пришлось давить выступление местной сволочи всякой разной. Но это не было завоеванием. То есть, там есть элитная группа, которая выступает, начинает что-то мутить. И тогда местная Красная армия и наша Красная армия вместе. А так как там местных половина в рядах этой самой Красной армии, то местными они как завоеватели не воспринимаются. Потому, что давайте посмотрим. Раз. Русские. Два. Азербайджанец. Кто из них завоеватель? Этот вообще у меня на соседней улице, я помню, жил. Какой же он завоеватель? Он местный. Я его давно знаю. И вот так вот страну соединили. Выбив начисто главный козырь. Главную острую шпагу в руках националистов сепаратистов. Которые говорили, нам нужна независимая Алашарда, например. То есть, Туркестан. Который тогда назывался вместе Узбекистан, Казахстан и так далее. А тут приходят коммунисты и говорят, у вас независимая страна. У вас есть право выйти из состава Советского Союза, когда вы захотите. А плюс еще кое-что. А именно образование, медицина. Которая всем гарантирует полный доступ всего гражданского населения к этим благам и к органам управления. И тогда местное население говорит. А за что вы, собственно, дорогие товарищи националисты, боретесь? Вот все, что вы хотели, нам уже дали. Оно просто вот уже есть. За что вы боретесь? То есть, нет. Конечно, было бы приятно за что-нибудь просто побороться. Понимаете, сейчас стрельба начнется. А если у нас уже то, что вы хорошего просили, нам уже дали, то зачем мы будем в кого-то все стрелять? Опять же, все хорошее, что вы декларировали, у нас уже есть. Оно законом гарантировано. И вдруг раз, выясняется, что открыть-то нечем. Вот нечем и все. И за срок просто ничтожный. Между условно 20-м, 24-м годом собрали все вообще республики, которые раньше отвалились от Советского Союза. Кроме, по понятным причинам, Польши, Финляндии и на какое-то время Прибалтики. Просто потому, что они были оккупированы. Да. То есть, там просто стояли чужие войска. Некоторое время. Их было невозможно уже никак присоединить. Вот. Все остальное было собрано. И посмотрите, у нас в одном месте оказался, например, большевик русско-калмыкский, вроде как то ли датско, то ли еврейской крови Ленин. Польский дворянин Дзержинский и польский дворянин Минжинский. Когда говорят, что вот поляки, это какие-то генетически антирусские упыри. Но посмотрите на Феликса Избундыча. Это натурально святой. Ну, если бы он был родом не 19 века, а какого-нибудь первого или третьего нашей эры. И был бы, например, христианином. Будь не уверен, он был бы в лике святых. Настолько это был самоотверженный, честный, хороший, добрый человек, который просто жизнь положил, чтобы сделать лучше не себе, а другим. Это был поляк, если что. Нельзя не вспомнить шайку евреев, которая входила в состав правительства Российской Федерации и Советского Союза. Что-то тоже все почему-то были люди, как люди. Все занимались полезным делом. Уже миллион раз рассказывал он мне. Армейская фотка. Есть 15 человек. Все разных национальностей. Еврей, грузин, немец, русский, цыган. Один русский. Да, да. Один. И что? Ну, дружбы народов не было. Нам теперь объяснить. Не было никакой дружбы народов. Тут, к сожалению, нужно все-таки сказать, что целиком отменить... Я сейчас не буду говорить национализм. Это в данном случае неправильный термин. Трайбализм. Трайбализм отменить не за 70, не за 170 лет, скорее всего, не получится. Просто потому, что мы в этом трайбализме живем не 300 лет, а 3 миллиона лет. То есть, все время как мы с людьми делались. С трайбализмом так быстро ничего не сделаешь. Это не наносное. Это не национальность. Каковы национальности? Тут лет 100, где 200. Где там 250. Это очень недавнее явление национальности. А вот свое племя... Это явление чудовищно далекое. Поэтому вполне естественно, что вот этот трайбализм... Он и в Советском Союзе до конца и жить не был, хотя был заметно сглажен. Но в любом случае, посмотрите, это вот результаты деятельности левых, среди которых когда-то вот за это все зачастую очень неправильными методами боролись люди, ну, скажем так, ненаучно левых взглядов. Наверное, вот так будет их правильно обозначить. Каковых людей охотно взяли на вооружение те, у кого есть ресурсы и образование. То есть, люди при власти и правого толка. Направляя их, так сказать, отеческой рукой в нужную сторону. Мочите. Подводя черту, займитесь и другими делами. Повторюсь, начните с Солженицына, перейдите к советским процессам. Нам интересно будет послушать. Гораздо интереснее. Да. Засулич это все понятно. И уже оправдали. Повторюсь, если вы юные дарования в юридическом поле, то проведите, так сказать, процесс, воспроизведите и вынесите свой вердикт. А потом позовите тех, кто вас учил. Пусть они что-нибудь скажут. Желательно... Ну, тех, кто вас учил, я имею в виду, пусть это будут люди не из вашего района. Если вы екатеринбургские, зовите питерских. Владивостокских каких-нибудь. Чтобы это было правильно. Надо, чтобы вас не любили, в смысле... Не ненавидели, а просто это посторонние люди должны быть. Которые посмотрят, на что вы там разбираете. Это будет крайне интересно. Полезно для вас, полезно для общества. А то, что вы делаете, мягко говоря, странно. Так точно. Стараемся. Следующий раз точно про гуситов. Надо их закончить. Да. Гуситов ждет конец. На сегодня все.